Горячая линия Горячая линия Горячая линия Горячая линия worked Вроде как вы хотите купить много автобусов, и это очень сильно, видимо, их смущает. Какое количество планируется приобрести, для чего, какие проблемы это решит? К сожалению, действительно, только слухи ходят, что мы планируем. Хочу сказать, что прежде чем купить автобусы, нам необходимо заказать сначала у специалистов, чтобы разработали транспортную модель города, определили проблемы, определили концепцию, стратегию развития пассажирского транспорта в городе Николаеве. А также на основании всех этих работ нам сделали нормальную схему, оптимизированную схему движения транспортных средств в пассажирских в городе Николаеве. Поэтому то, что говорят, что мы планируем купить массу автобусов, потратить кучу бюджетных денег городских, это неправда. Первое, начально мы хотим заказать эти работы определенных институтов, которые имеют опыт в этом. На основании этих работ уже определиться, какое количество транспорта нам надо, на какие маршруты, какой вместимости, только уже после этого покупать транспорт большой вместимости. То есть транспорт мы хотим покупать большой вместимости для наших горожан, удобный, чтобы обязательно был оборудован пандусом для инвалидов, потому что у нас, к сожалению, в городе всего лишь только 9 троллейбусов, оборудованный пандусом для инвалидов, чтобы этот транспорт был безопасный и экологически чистый. То есть мы преследуем несколько целей, чтобы закрыть эту проблему городскую, не одну проблему городскую. Как я уже сказал, сначала мы должны понимать, что нам надо, сколько нам надо, где нам надо этого транспорта, и потом только покупать этот транспорт. Хорошо, а когда нам ожидать, вот это вот первый проект, это исследование, я так понимаю, и потом уже как следствие? Ожидать нам надо тогда, когда депутаты все-таки примут эту программу, которую мы им предоставили на рассмотрение. Управление транспорта разработало программу развития общественного транспорта в городе Николаеве. Есть ряд замечаний, сейчас работают над устранением, над этими замечаниями. Привлечено агентство развития города Николаева, поэтому как только мы доработаем, как депутаты ее примут, программа будет, если принята, утверждена на сессии городского совета, и после этого только будут выделяться деньги на реализацию этой программы. Давайте ответим на вопрос и потом продолжим нашего зрителя. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер, может я, конечно, не по адресу, не совсем по адресу, но у меня такой вопрос. У нас, значит, мы живем в широкой балке, а остановка Крест, нам дорогу кое-как поремонтировали, спасибо. Но у нас же нету теперь перехода неотвеченная. У меня недавно попал в аварию дед с внуком, что из машины сбило, потому что не было вот этих тех разметок. Когда же это будет установлено, скажите, пожалуйста, кто за это отвечает? Спасибо большое за вопрос. Конечно, отвечает за это городская власть. Для этого у нас есть предприятие коммунальное, СМЭП, которое занимается дорожными знаками, дорожной разметкой. К сожалению, предприятие не успевает по всему городу одновременно делать эти работы. Эти работы проводятся ежедневно. Если в этом году запланированы эти работы, в этом году обязательно будет нанесена разметка и пешеходный переход. Поэтому хочу заверить вам, что обязательно разметка на те дороги, которые были отремонтированы, будет нанесена. И обязательно будут нанесены эти пешеходные переходы, как положено, с установкой тех знаков, светофорных объектов, которые предусмотрены. Это все будет. У нас, я, у режиссера, прошу нас, ага, все, звоночек у нас, я думал, еще второй звонок. Давайте продолжим все-таки о транспорте. Стоит ли в следующем году ожидать вообще какое-то решение, если вот те условия, о которых вы говорили, будут соблюдены? Успеет ли в следующем году? Мы надеемся, да, что мы еще в этом году успеем доработать, поработать над теми замечаниями. Сейчас мы активно работаем. Сегодня полдня было посвящено, первое полдня именно этой программе. Если депутаты все-таки ее примут, то со следующего года уже можно ее реализовывать. Единственное, по срокам мы разбили эту программу поэтапно. Первый этап, это действительно заказать эту модель транспортного города, получить схему оптимизированных транспортных маршрутов города Николаева. Параллельно мы планируем также вводить электронный учет пассажиров, или электронный билет, как они называют. Мы же приглашали различные предприятия и организации, которые занимаются этим вопросом, делали презентацию. Завтра еще приедут с Одессы и будут представлять еще свою программу. То есть объявим тендер, кто выиграет. Ведем еще электронный учет пассажиров. И я думаю, если у нас за первое полугодие, за первые три квартала получится это все сделать, то в принципе в четвертом квартале нам ничего не мешает уже закупать автобусы нормальной высшей вместимости. Также хочу сказать, что в принципе те представители компании, мы приглашали сюда тех представителей, которые разрабатывают транспортные модели городов. Мне понравилось выступление одной из компаний, сказали, чтобы увидеть проблему, не обязательно иметь транспортную модель города. Мы действительно знаем наши проблемы. Мы знаем прекрасно, что если есть проблема перевозки Матвеевки, то там надо действительно автобусы большей вместимости, чтобы они ходили согласно графику движения. Мы знаем, что если есть проблема в Кульбайкино, то там тоже надо идти автобусы. Либо корабельный район. Самый проблемный район в городе, потому что до общественной транспортной большей вместимости практически не ходит. Мы только-только запустили с 1 декабря 4 автобуса большей вместимости. Все, что есть на сегодняшний день, участников, которые нам предложили, что у нас ездят автобусы, мы готовы ездить в корабельный район, нам их запустили. Но, к сожалению, этого мало. Люди даже некоторые не видят, что они ездят. Понятно, что там надо было, на корабельный район намного больше автобусов запускать большей вместимости, чтобы люди могли нормально добираться в город, без пересадок, чтобы были длинные маршруты, чтобы не тратить двойную стоимость проезда, как на маршрутках малой вместимости. До передачи мы пока разговаривали в студии. Тут вопрос у нас был одного из моих коллег, и я думаю, что все-таки, наверное, он всех интересует, особенно жителей корабельного района. Вот эти столбы, которые сейчас ставят, будут ли они предусматривать электротранспорт, который будет ходить в корабельный район? Да, столбы, которые сейчас вдоль перегона устанавливают, они сейчас устанавливаются как осветительные столбы, но уже они закладывались с учетом того, что рано или поздно все-таки будет проложена троллейбусная линия в корабельный район, они уже ставятся с учетом того, что на них будет дополнительная нагрузка в виде троллей, то есть троллейбусной линии в корабельный район. К сожалению, пока это только будет до Жуковского кольца, это первый этап. Дальше уже будем смотреть, на что нам хватит городского бюджета и какие средства мы сможем привлечь от различных европейских банков, реконструкции и развития инвестиционного банка, какие гранты принесет наше агентство развития, копилку городскую, то есть все это будет зависеть от того, какие средства у нас будут в городском бюджете. Вводу средства будет троллейбусная линия в корабельный район. Давайте ответим опять на вопрос нашего зрителя. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Юрий Борисович, у нас в Николаеве на остановках общественного транспорта нет места вообще для этих троллейбусов, которые ходят. У нас на Комсомольской каждое утро приезжает машина с колбасой и молоком и прямо на остановке заезжает на тротуар и выгружается. Посмотрите, какая обстановка с этими местами, где подъезжают троллейбусы. Куда же вы хотите автобусы еще плюс к тому же иметь? Вот такая вот у меня проблема и не только моя, но и городская. Спасибо большое за звоночек, Юрий Борисович. Да, к сожалению, проблема существует на сегодняшний день. Это хаотичное расположение у нас в городе торговых объектов, которые ставили, где попало, с нарушением всех возможных градостроительных норм и условий. Я, к сожалению, когда пришел на работу мэрии, удивился действительно, что у нас ДСТУ, это Державная стандартная Украина, которая действует еще с 1998 года, если мне память не изменяет, там четко прописано, что на остановках общественного транспорта и ближе 20 метров к ним запрещено размещать объекты торговли. Что мы видим сегодня, что у нас все остановки превратились в остановочные комплексы. У нас там и магазины, и уже наливайки, и шашлычные появились на остановках, все что угодно. Естественно, от этого надо избавляться. В данный момент управление архитектурой работает над комплексной схемой размещения этих торговых сооружений по городу Николаеву, временных торговых сооружений. И все, что у нас находится на остановках, постепенно будет вытесняться, будут разработаны в этой схеме, вернее, будут определены места, согласно этой схеме, где можно располагать торговые объекты. Эти торговые объекты будут постепенно смещаться на эти торговые места. Остановки будут расчищаться. Если вы видите, сейчас устанавливают новые остановки, они у нас без киосков идут, без всяких там каких-то павильонов. Это остановка общественного транспорта, на которой должна быть скамейка, должен быть навес, должно быть освещение в вечернее время, и она должна относиться действительно к остановкам, где люди могут просто посидеть на скамейке и подождать свой общественный транспорт, а не ходить по киоскам и покупать, что там продается в этих киосках. Спасибо. У нас есть следующий звоночек. Добрый вечер, в эфире. Слушаем вас. Добрый вечер. Юрий Борисович, два года тому назад было написано коллективное письмо с просьбой, чтобы в сортировке пустили какой-то транспорт по космонавту в сторону Дубков, Казарского, поликлинику. И за вашей подписью был дан ответ, что будет наше предложение рассмотрено. Ну вот два года прошло, никаких двигов, конечно, нет, и желательно, если получите транспорт, чтобы все-таки рассмотрели этот вопрос. Это с сортировки с вокзала, чтобы во все направления города шел транспорт. Спасибо за ваш вопрос. Ну, начнем с того, что два года назад я еще не работал в мэрии. Ну, в любом случае, все те предложения, которые нам присылают граждане, они будут изучаться. Вот я же еще раз говорю, что мы первоначально закажем для тех институтов, которые имеют опыт создания транспортных моделей городов, создание этой схемы оптимизированной, да, движения транспорта по городу Николаеву. Я смотрел, какие-то работы просто делаются, когда нам презентацию делали. Там львиная доля этой работы посвящена именно опросу жителей, не просто, чтобы они нарисовали, где будут ходить у нас автобусы, либо троллейбусы, трамваи там, а именно будет изучаться общественное мнение горожан, куда люди ездят в основном, где основные транспортные потоки, где людям надо ездить, и уже по этой работе, по изучению мнений горожан, будут уже составляться эти транспортные маршруты. Мы прекрасно понимаем, что все маршруты должны быть связаны с какими-то объектами. Либо это жилмассив, либо это вокзалы, либо это рынки, либо это торговые центры, либо это больницы. То есть это все будет учтено. Если действительно нет сообщений между вокзалом и каким-то микрорайоном большим, то оно будет, я считаю, обязательно. И мнение всех горожан будет учитываться. То есть все-таки мы будем отталкиваться от того, когда уже будет заключение... Да, когда будет транспортная модель города, и в любом случае, когда модель будет, мы все равно выставим всеобщее обозрение и обсуждение, начиная будет обсуждаться эта модель. У нас есть следующий звоночек. Добрый вечер, в эфире слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Скажите, будь ласка, у меня запитание такого типа. У нас на Меве есть сквер нашего Макарова. Во что его превратили, цей сквер, в торговлю какую-то хаотичную, и колбасу, и креветки, и рыбу сушу. Ну что это там делается? Ну это же был Макаров созданный сквер для пенсионеров. Будь ласка, наведите там порядок, чтобы мы могли сидеть спокойно, подожить свою жизнь, хоть не такую, которую мы хотели, ну хоть пока иду. Будь ласка, спасибо вам было. Дякую. Спасибо за вопрос. Да, тут же проблема не первого года города Николаева. Это стихийная торговля. Это опять же хаотичное размещение различных объектов торговли. Вроде бы рейды проводят, постоянные штрафуют и пытаются людей переместить на рынки. Ну, к сожалению, да, мало дает пока результатов эта работа. Но работу в любом случае будет продолжать в этом направлении. Вы знаете, у нас еще проблема с тем, что разогнав старую милицию, толком не создали нормальную новую полицию. У нас большая нехватка участковых в райотделах, очень большая нехватка, порядка там 60-50, некоторых там 40 процентов участковых не хватает в райотделах. Потому что в первую очередь работа участкового, который должен на своем участке следить за порядком, если он видит, что есть стихийная торговля, составлять протоколы на стихийно-торгующих. Ну, думаю, там в связи с тем, что реформа там проводится, она не останавливается. Когда-нибудь она уже закончена, берут и участковых, и нормальное количество, то, что необходимо. Плюс мы сейчас создали еще, так скажем, отряды, да. У нас есть различные организации общественные, которые занимаются охраной правопорядка. Сейчас там для них хватает участковых, будут создаваться группы, ну, наподобие дружин, как были раньше, и они будут следить за общественным порядком в городе. Ну, обратите внимание обязательно на этот сквер адмирала Макаровна, но мы попытаемся насти порядок. Спасибо за вопрос. Спасибо. Следующий вопрос у нас от зрителя. Добрый вечер, вы в эфире. Слушаем вас. Алло, добрый вечер. Добрый. У меня вопрос по Курбакину. Вот приходится в моей жизни туда ездить, города Курбакина. Добраться туда еще можно, то есть в Курбакина, а обратно маршрутки идут. Выключили свет, потушили все, убрали таблички, и они в 8 часов уже идет последняя маршрутка. Проходят все мимо, добраться никак нельзя. Вы имеете в виду вечернее время, правильно? Конечно, вечернее время, днем без проблем. В вечернее время маршрутов очень много идет, и все идут пустые, и ты хоть кричи, хоть прыгай, никак. И что с этим можно сделать, и что делается? Очень бы хотелось услышать ответ. Спасибо за вопрос. По нарушениям договоров. У нас со всеми перевозчиками есть договор между исполкомом и перевозчиком, где определенные условия, которые он должен соблюдать при работе на маршруте. По каждому договору определено, что они должны работать до 10 часов вечера, до 10 часов, до 22.00. Значит, если есть такие нарушения, что они 8 часов, уходят с маршрута, вы не можете выбраться. В каждой маршрутке висят телефоны, управление транспорта, управление Укртрансбеспеки, те органы, которые могут повлиять на данный вопрос. Поэтому, если есть нарушения, звоните Управление транспорта, звоните Укртрансбеспеку, они должны составлять протоколы, штрафовать таких нерадивых маршрутчиков. Только таким образом, пока путем наказания только, мы можем влиять на частного перевозчика. Как я уже сказал, будут у нас коммунальные автобусы большевместимости. Естественно, этой проблемы не будут, они будут ходить по графику. Но пока их нет, надо звонить, говорить о этих нарушениях, и пусть их привлекает к ответственности этих нерадивых водителей, которые уходят с маршрута раньше времени, чем положено по договору. Спасибо. Следующий звоночек. Наш добрый вечер в эфире. Слушаем вас. Юрий Борисович, мы живем на улице Галины Петровой, и вот чтобы добраться до музея, старофлотские казармы, русский театр, ну, целая проблема, надо массу там пересадок и прочее. Не предусматривается ли в разрабатываемой схеме как-то соединить и какой-то маршруткой вот этот микрорайон с улицей Адмиральской, ну, с центром, вот Соборная площадь и так далее. Спасибо. Спасибо за вопрос, а я еще его расширю. Вот, кстати, по улице Адмиральской очень правильно было подмечено. Действительно, с улицы Адмиральской практически невозможно выбраться маршрутным транспортом, потому что рядом практически ничего не ходит. Возможно, схема, она и будет предусмотрена. Я же говорю, схему еще никто не разрабатывает. Это пока только проект программы, которую мы выносим депутатам на рассмотрение. Если они примут эту программу, мы закажем эту схему, и схема, возможно, она и будет предусмотрена. Я же сказал, что в любом случае будут изучать общественное мнение, пожелания горожан, и будут уже прокладывать маршруты так, как людям удобно ездить и как им надо ездить, а не так, как у нас просто все ходят по проспекту центральному и все. А ряд других районов, как вы уже сказали, и улицы Адмиральской, у нас там не было. Часть особенно туда больше окна. Да, естественно, когда будут оптимизироваться эти маршруты, будут разнесены эти маршруты по тем улицам, которые у нас не охвачены маршрутами. Естественно, центр города мы приоритет отдаем общественному транспорту, экологически чистому. Это троллейбусы, это автобусы большей вместимости. Естественно, малый транспорт должен сместиться на те параллельные улицы, которые у нас не охвачены. И, скорее всего, так оно и будет, что маршруток, часть каких-то маршрутов будут приведены и на ту же Адмиральскую, и на ту же Чегрина, и на Скороходово, и Чкалово. Те параллельные улицы, которые у нас не задействованы. Там Свердлово, Спасская, прошу прощения, Никольская, эти улицы. Хорошо. Вот у нас там осталось не так много времени программы. Вот у нас был до этого Андрей Палько, и я задавал ему вопрос, собственно говоря, что вы считаете, что было успешно за год сделано, какие планы, и что не удалось сделать по каким-либо причинам. Теорий Борисович, по вашей отрасли вы отвечаете как раз за такие самые социальные проекты? К сожалению, да. Знаете, я так смотрю на нашу работу, она мне напоминает пояс, который еле-еле набирает ход и еще не может никак разогнаться. Вроде бы работа какая-то ведется, но очень все это медленно, очень долго, вот эти все процедуры, все эти изменения какие-то происходят в нашей работе. Что удалось сделать? Ну, скажем так, удалось немного сделать, начали мы все-таки работу по очистке городов от мафов, засели рекламы этой. Наконец-то начало управление архитектурой, то, о чем мы говорили, разработку этой комплексной схемы размещения этих мафов по городу. Уже заказали нашему коммунальному предприятию разработку, разбили город на шесть зон, сейчас это первая зона, это центральная магистраль города, они обрабатывают. Что еще удалось сделать? Ну, наладили мы какой-никакой контакт, наконец-то, с нашим бизнесом. Создали эти отраслевые советы, практически каждую неделю к нам приходят по отраслям представители бизнеса, мы поднимаем те вопросы, которые волнуют наш бизнес, и ищем пути решения, чтобы помочь нашему бизнесу. Не все удается, конечно, но уже часть какая-то сдвинулась от этих проблем, которые висели мертвым грузом. Допустим, даже проблема, что у нас в земельном и архитектурном управлении годами лежали документы неотработанные. Сейчас, смотрю, уже такими темпами начали отрабатывать и документы, все эти запросы, заявления, которые поступают по их адресу, уже сдвинулись места. По транспорту, конечно, подвижек очень мало положительных, к сожалению. Единственное, что нам удалось в этом городе сохранить катер, который не хотел администрация речных портов выпускать. Сохранили мы сообщение катера между Малой Коренихой и городом Николаевым, и, надеемся, таки сохраним и в дальнейшем. Попросила администрацию речных портов, завели к нам еще один катер, если вы видели, уже из Каштан ходят прогулочные. Провели мы конкурс с перевозчиками. Все говорят, зачем нам проводить конкурс, ничего не поменялось. К сожалению, надо было и проводить, потому что у нас перевозчики, как говорится, два года вообще не в правовом поле работали. Без всякого договора они ездили по городу Николаеву, они думали, что случится, с кого будут спрашивать, непонятно. Начали разрабатывать эту программу. Тоже не было у нас программы развития общественного транспорта, то, о чем мы начали говорить в этой передаче. Она уже, в принципе, готова. Есть там некоторые шероховатости, я надеюсь, что мы ее доработаем в этом году, депутаты все-таки рассмотрят и примут ее к исполнению. То есть, подвижки есть. Что не удалось сделать? Скорее всего, не удалось действительно растормошить коллектив свой, чтобы они все-таки более активно работали, и чтобы эти сдвиги и подвижки были видны действительно нашим горожанам. Пока только мы критику в наш адрес слышим, очень мало похвалы, но все-таки хотелось бы, чтобы коллектив работал более активно, и чтобы действительно были горожанам были видны изменения в городе в лучшую сторону. Ну и давайте буквально одну минуту, давайте тезисно, какие вы считаете планы, точнее, какие планы на следующий год, буквально тезисно, что вы считаете своим приоритетом в следующем году сделать? С учетом того, что все говорят, что поменяется структура у нас в органах местного самоуправления, мы еще, в принципе, не совсем понимаем, за что мы будем отвечать, как заместители городского главы и оставимся ли мы еще заместителями. В любом случае, предусматривается создание новых подразделений, у меня задача будет создать ГАСК городской, которого у нас не было, у меня задача будет создать управление внутреннего аудита и контроля, и антикоррупционной работы, то есть то управление, которое будет контролировать наших чиновников по растратам городского бюджета, чтобы не было излишних затрат, чтобы не было воротства городских денег. То есть это задача первая. Вторая задача, все-таки, я хочу довести до логического конца, как я сказал, программу развития общественного транспорта, чтобы эта программа действительно была принята и заработана. Третья, в этом году мы, управление споживчивого рынка, наконец-то вместе с предпринимателями разработало программу развития предпринимательства в городе Николаево. К сожалению, эта программа в таком усеченном виде из года в год принималась, и практически кроме печатания каких-то брошюр, там и проведения ярмарок, она больше ничего не предусматривает. Как я сказал, что мы собирали всех по отраслям предпринимателей, поднимали все проблемы, мы получили предложение масса от предпринимателей, и эти предложения сейчас стараемся в эту программу внести, чтобы действительно наши предприниматели почувствовали помощь со стороны власти, не давление, а помощь, и не вмешательство в их деятельность, если это деятельность законная, в рамках закона производится. Вот это основное, что бы хотелось бы, конечно, в следующем году добиться. Ну, естественно, я уже закончил, что мы хотим, чтобы все-таки появилась, наконец-то, эта комплексная схема расположения темчасовых споруд наших торговых в городе Николаеве. Мы хотим, чтобы был наведен порядок все-таки с рекламой, чтобы была действительно какая-то схема расположения рекламы, чтобы были прозрачные, нормальные правила по рекламному бизнесу. То есть, я думаю, что в следующем году нам удастся это уже довести до конца. Что ж, спасибо, пожелаем успехов, и я хочу попрощаться с нашими зрителями. Спасибо, что были с нами. Смотрите нас посреди каждую среду в 19.30 на связи с муниципальной властью. До следующей встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин